Нижнюю строчку, хоть и промежуточного, но финишного протокола, 15-10 всего лишь. Изабелла Паярди и Стефано Карузо. Первая из трех итальянских дуэтов. Итальянцы в последние годы в танцевальных парах выступают очень-очень здорово. Достаточно вспомнить совершенно необъяснимые падения двух сильнейших итальянских пар на чемпионате на Олимпийских играх в Турине в 2006 году. Хотя, казалось, все тогда было за итальянцев, но не сложилось, не срослось. Может быть, новое поколение итальянских пар в танцах на льду добьется не то чтобы большего, но, во всяком случае, сумеет поддержать престиж итальянских танцев на льду на этом первенстве. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok После азербайджанцев совсем другое дело. Бронзовые призеры чемпионата Италии Изабелла Паярди и Стефано Карузо. Довольно молодая пара, но свой личный рекорд имеют в обязательном танце более 30 баллов. В текущем же сезоне уже успели выступить однажды на 23,86 балла. Но если посмотреть, сколько тренируются Паярди и Карузо, то можно предположить, что их успех, который, видимо, придет на этом первенстве, успех, конечно, относительный, вряд ли они будут в числе претендентов даже на попадание в медали, ну, максимум, может быть, в десятках сильнейших, но, тем не менее, занимаются... Есть такое понятие, как низкий и высокий сезоны в фигурном катании. Высокий сезон – это когда идет соревновательная практика, ну, а низкий – когда есть некоторый перерыв между турнирами. Так вот, итальянцы в низкий сезон занимаются по 48 часов в неделю и по 40 – в высокий. Так что практика, она, как выясняется, дает наработки, дает мастерство. Ну, в общем, кто бы сомневался. Были на девятом месте в чемпионате мира, на чемпионате мира по юниорам Паярди и Карузо. Но сейчас еще тоже они совсем молодые, 19 лет партнерши, 21 год партнеру, так что фактически все еще у них впереди. Хотя совместно выступают уже достаточно давно, с 2000 года. В таком составе выступают Изабелла Паярди и Стефано Карузо. Ну, сейчас показали очень достойное выступление в обязательном танце, и финстеп в их исполнении должен был понравиться публике. Теперь все слово за судьями. Не могу сказать, что уж очень здорово оценили этот танец арбитры, но, как бы то ни было, новое лучшее достижение в сезоне – 24,52 балла. И четвертый результат у Стефана Карузо и Изабеллы Паярди. Скажем так, судьи соблюдают субординацию. Ну, а это вновь на ваших экранах Яна Хохлова и Сергей Новицкий. Так упорно их показывают, либо потому, что они единственные, кто из российских пар находится в тренировочном зале, хотя Екатерина Рублева и Иван Шефер уже готовятся выступать, ибо они будут первыми в четвертой разминке. Может быть, просто Домнина и Шабулина нет в настоящий момент в тренировочном зале.